привет друзья сегодня я покажусь в арабских эмиратах вот чисто-чисто намытые моторы уже погружены то есть закупились ребята сейчас наблюдаем процесс погрузки вверх франк а раш привет друзья сегодня я нахожусь в арабских эмиратах как и всю эту неделю и делаю для вас небольшой фотоэкскурсию нет видеоэкскурсию по разборкам которые здесь присутствуют друзья значит сейчас обеденное время и практически ничего не работает поэтому я имею возможность поговорить в тишине значит эмирата в принципе достаточно новые города и есть возможность вынести все производственные и индустриальные вообще в целом вещи за пределы города то есть существует так называемые индустриальные районы которых и располагаются все разборки всякие металлообработки древообработки и прочее данный конкретный момент я вот занимаюсь тем что прогуливаюсь по улице с закрытыми пока разборками вот сзади меня можете увидеть все это в принципе в принципе многие считают что если вы приехали в эмираты то вот за три копейки всего всего на всего накупите это ни хрена не так здесь все стоит денег и зачастую некоторые вещи стоят даже дороже чем в москве в частности автомобили hyundai kia здесь стоит очень дорого то есть все агрегаты на hyundai kia несмотря на то что если не очень хорошего качества стоят они достаточно дорого все что отсюда можно вывести в частном порядке абсолютно невыгодно ввести потому что килограмм груза в таком случае будет стоить около 15 долларов вот соответственно это абсолютно не интересно интересно ввести контейнер вот например такой это большой контейнер морской 80 футовый такими контейнерами в основном отсюда и сюда приезжают товары сюда приезжают машины уже порезанные располовиненные выглядит это все примерно вот таким образом не знаю сколько там видно в темноте ангара но принципе сейчас будут съемки единственный нюанс тут как бы народ не очень рад мне и моему стадикаму поэтому будет качество так себе вот но зато она будет буду снимать так как смогу из под полы потому что народ в общем не очень рад тому что я снимаю вот значит что здесь вообще происходит здесь разбираются в основном не целые машины а машинокомплекты машинокомплекты покупаются в разных странах в основном странным поставщиками являются австралия частично сингапур и частично япония основной рынок это безусловно австралия потому что он схож по своим характеристикам с восточноевропейским и с ближневосточным рынком основными покупателями как это ни странно являются не русские товарищи из стран ближнего востока вот то есть тут закупаются товарищи из катара и господи что-то слабо у меня с географии ребята вылетает из головы в общем работают здесь тоже не коренные жители арабов здесь очень мало в основном афган афганистан очень много негров разных мастей вот значит пакистан индия так далее все эти товарищи здесь активно вкалывают на благо общество на этих разборках очень много их ну и принципе работа тоже хватает для всех потому что в общем то такая нетривиальная совершенно история здесь таких в москве в россии я не видел разборок вот безусловно безусловно все это она продается но не знаю за рентабельностью некоторых разборок я даже не знаю насколько это все рентабельно вот сзади меня сейчас джипы разборка джипов порезанные половинки вот короче по поводу качества такое длинное вступление дальше под музыку будут мои похождения по данным разборкам вот по поводу качества короче в основном говно причем прям пипец говно народ здесь намывает моторы так что просто вообще вам не снилось они заливают прямо вот прям вот не стесняясь прям в боксах короче напидоривают их керосином напидоривают их соляркой всем чем только могут на солнышке на местном все это быстро высыхает и выглядит типа как мало мало бы вы на самом деле это просто шляпа трэш и угар вот хорошего товара очень мало хороший товар стоит дорого вот то есть лютое говно здесь реально можно купить за 3 копейки но даже то что совсем говно то есть вот прям вот вам кажется что прям шляпа прям вообще не стоит даже подходить вот спрашиваешь по цене она прям денег стоит хотя это реально металлолом вот то есть удивительная хрень вот эти вот странные звуки доносятся сейчас мойки вот и на этой мойки сейчас происходит намывание агрегатов уже фургончиках то есть это местные посредники вот перед тем как отправлять грузы уже контейнерами куда-то они сначала все наливает солярочкой и моют керхером на мойке вот отсюда вот эти вот прекрасные звуки вот яркий пример вот часом покажу в принципе тут их много я много наснимал единственный конечно нюанс это качество будет трясти будет не очень четенько может быть но я старался ребят извините еще не так вот просто реально тут вот так вот ходить со стадикамом как это делаю сейчас нельзя за это прямо не докапываются и не очень довольны кто-то может быть и не против но я просто не спрашиваю всех подряд это тяжело вот поэтому снимаю все подряд из-под полы все смогу то выложим вот в принципе как-то примерно так спасибо вам большое что смотрите пожалуйста вот вам нарезочка небольшая того что сейчас тут происходит надеюсь вам будет интересно что я сделаю я я отсюда везу какие-то моторчики которые вам будут потом предложены в продажу вот в основном это будет рынок японии частично это будет рынок австралии вот о чем вы естественно первые узнаете ребята потому что принципе мы обычно все по чесноку вам докладываем чё как есть вот в общем вы такая первая видеоэкскурсия честно потому что народ который сюда ездит обычно предпочитает не распространяться на на тему того что именно конкретно происходит в тот или иной момент времени кстати сейчас я буду проходить грузовичок не знаю будет наверно видно вот чисто чисто намытые моторы как раз съездили на моечку все помыли красиво теперь будут впаривать я таких мест держусь подальше потому что это просто трындец шляпа и и вообще так жить нельзя сейчас кстати уже заканчивается обед поэтому пойду дальше трудиться искать что-то достойное чтобы привезти в москву не такое же говно как уже есть в москве а что-то действительно стоящее и интересное чтобы это можно было смело и по запаске ставить на автомобиль и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сколько же стоит контрактный мотор и что же это такое? Задаете вы этот вопрос достаточно часто и себе и другим Так вот, это моторы привезенные из-за границы, в частности из Эмиратов В большинстве случаев под контрактами подразумевается как раз то, что они привезены в Россию с документами Которые показывают, что они растаможены и соответственно находятся в каком-то адекватном состоянии По крайней мере, это подразумевается Итак, вот идет загрузка контейнера Не знаю, чьего, но сейчас вам покажу, если народ не будет себе парать Грузится контейнер вот таким вот примерно образом Это 20-футовый контейнер маленький Нет, есть еще 10-футовый, он квадратный Вот здесь разбираются маленькие грузовички Типа Isuzu, Mitsubishi, Mazda и прочее В общем-то, здесь у каждой разборки есть наименование То есть, все очень честно с точки зрения налогообложения и прочего Вот Можно, в принципе, чисто юридически людям доверять Но в плане качества агрегатов, конечно, обманут, недорого возьмут Итак, в данный конкретный момент тут идет, как я напомню, обед Поэтому абсолютно все закрыто Работают только те, кому сейчас очень интересно что-нибудь продать Сейчас я покажу уже подзагруженные грузовички Которые готовы вести моторы на отправку на какие-то конкретные склады Вот Ну, то есть, это даже не на склад Они будут потом грузиться в определенные площадки И потом вкладываться в контейнер Вот, контейнеры стоят везде Погрузка идет постоянно Вот Единственное, конечно, что мне здесь очень не нравится Мне кажется, что это разводняк какой-то Это то, что они их намывают Вот Намывают их откровенно Вы можете это, в принципе, увидеть По их состоянию То есть, все прямо вот Аж блестит А моторы, в общем-то, далеко не новые Тут конкретно Volkswagen Загружено все Вот И такие вот маленькие грузовички тоже Это все стоит здесь В ожидании В ожидании отправки Куда бы то ни было Здесь стоят грузовички тоже Уже погруженные То есть, закупились ребята Различным товаром Во многих сверху лежит велосипед Велосипед этот служит Хозяину данного товара Дабы Соответственно Перемещаться по просторам Данных Разборок Много брошенных машин стоит Таких, как этот Mercedes Мусор Характерный И огромное количество Land Cruiser Самых старых Вот Брошенных машин очень много Также валяются мотоциклы И тут вообще всего много Довольно интересное зрелище Такое занимательное Жалко, конечно Не привычно На все это смотреть Такие тут Райские Для многих места Агрегаты Все Здесь намытые Это очень 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 плохо Отвратительно Я бы даже сказал Тут в основном Преследуется Именно цель Сгреть Кого-нибудь Это прям Плохо Груз печальный Особое место Конечно Умиратный Снимают Land Cruiser Land Cruiser Здесь просто Это Большая часть Рынка Ааа Какая печаль Боже мой Пацаны Пацаны Это прям Грусть Это прям Очень печально Смотрите Кого разбирают Супрочка Твинтурбовая Красотка Вот А вот Крузаки Крузаков Прям Очень много Прям Просто Тысячи Причем Именно Восьмидесятки Семидесятки Шестидесятки Сейчас Мы наблюдаем Процесс Погрузки Уже Готового Контейнера На Фуру Дальше Она поедет В порт И морем Все Доставят До России Африки Не знаю Куда угодно В общем то Совершенно Непринципиальный Момент Доставят Туда Куда это Необходимо И где Востребованы Данные Агрегаты Семидесятки Доставят 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 Вене 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 Семидесятки Вене 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 Аши Русси Вот Какой Это Какой Какой Это ЦБЗ ЦБЗ Выглядит симпатично Свежак Что тут? Хорошо Не мытый С половинки снят из Японии Только можно брать Только узнать цену Говно мытое Все мытое говно А вот здесь не мытое К24Z Z2 Свежая от пидорашина Прям намыли Намыли пипец Все намытое Прям позорище Такие горы Металла Очень много корейцев И очень дорого К4FD Один ZZ много Довольно хороших Конкретно этот не очень А вообще Есть и бодрые варианты Весьма Весьма Здесь вот уголочек корейцев Здесь все намытое Это проданное Все помеченное Больше всего Конечно же ZZ и AZ Есть и очень хорошие Свежие моторы От свежих машин Здесь очень большая Помойка Конечно Что-то живое Тут найти Целое мероприятие А на нее левочки Полезу-ка я их посмотрю Здесь просто Охренительные Горы металла Тут просто Словами передать Невозможно Очень тяжело Что-то живое найти Они живут Аaraa А. cleivная А. Я весьма А. 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 Алексей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, продолжаем разговор Сейчас вы увидели, как заводятся моторы на полу Надеюсь, было забавно и интересно Если двигатель, соответственно, дизельный На механическом ТНВД Его можно завести прямо-таки правильно С баночки с соляркой Если в нашем случае То моторы были с электронным ТНВД Соответственно, завести их в лоб не получилось Пришлось заводить их при помощи Быстрого запуска То есть эфира В баночках Это, конечно, не так, чтобы очень полезно для мотора Зато это даёт определённую возможность Быть уверенным в том, что Мотор имеет компрессию и заводится Соответственно, посторонние стуки услышать достаточно сложно Но для того, чтобы их услышать Точнее, их увидеть Достаточно, в принципе, снять поддон И посмотреть, что там всё хорошо В том конкретном случае Для дизелей Достаточно редки Проблемы по Коленчатому валу Поэтому, если мотор завёлся И шатун из него не вылез То, в общем-то Практически Это гарантирует вам то, что Мотор поедет Это то, что касается Двигателей Полностью собрано Соответственно Таким образом В большинстве своём Происходит проверка Касательно Моторов бензиновых Тут немножко сложнее Их можно только Соответственно Покрутить Почувствовать компрессию руками Есть она или нет Посмотреть на выпуске Если сняты коллекторы Заглянуть под крышку Чтобы не было эмульсии Чтобы не было мотор утопленным Там не было банально воды Вот Ну, в принципе, наверное Всё, что можно увидеть Таким образом Сразу же возвращается вопрос О том Есть ли Какие-то гарантии на это Покупая За границей Агрегаты И привозя их в Россию На продажу Продавец рискует В общем-то Всей суммой Во-первых Риск идёт На то, что мотор Может в Москву Просто не приехать По тем или иным причинам Вот Это самое неприятное Что может произойти Пожалуй Ну и, конечно же Может случиться такое Что мотор Даже когда он приедет И всё хорошо Он не поехал Таким образом Риск несёт продавец Относительно Тех самых вот моментов То есть Мотор не поехал Поэтому гарантия ограничена Ограниченная гарантия Даётся для того Чтобы риски разделил Прокупатель и продавец В равной мере Покупатель Априори рискует Покупая Бэушную вещь Во-первых Потому что она Бэушная Он хочет сэкономить деньги Соответственно Покупает её Не новой Если бы он купил её новую Соответственно Риски бы висели Уже Целиком Полностью На продавце А также На производителе товара Потому что Продавцу Гарантию Ну то есть Дилеру гарантию Предоставляет Производитель Ну то есть Для Митсубиши Митсубиши Для Ниссана Ниссан И так далее Вот Случай с Бушными агрегатами Тут риски Намного больше Они у всех Соответственно Если их честно Разделить То получается Всем интересно Продавцу Интересно Привозить И иметь В наличии товар Чтобы Покупатели Не имели Никих проблем С приобретением Когда им Необходимо Поменять Двигатель Потому что Им надо Уже вчера Чтобы машина Ехала А продавец Соответственно Несет Ограниченную Ответственность И тем самым Не имеет Каких-то Серьезных Проблем При Последующих Закупках Ну то есть Банально У него есть Оборачиваемые Средства И ему интересно Вообще В принципе Этим заниматься То есть Вся суть Этого Мероприятия Это в том Что Каждый занимается Своим делом Японцы Японии Разбирают В Эмиратах Эмиратцы Все это Собирают Большую кучу Сортируют Вот Потом Мы Это все Тут или там Приобретаем Закупаем И так далее И соответственно Все это Идет уже В дальнейшем Конечному Покупателю Ну или Присутствует Какое-то Промежуточное Звено В виде Либо сервиса Либо Каких-то Посредников И в принципе Все Вот такая Вот нехитрая В общем-то История Ничего Сверхъестественного Нету Все очень просто То есть Понятно Почему такая Гарантия Понятно Почему Так это Все работает В принципе Все просто И понятно Друзья Запомните Что Покупая БУшку Вы Всегда Несете Определенные Риски Чем Больше И прозрачнее Гарантия Продавца Тем Меньше Рисков По сути Вы несете Потому что В общем-то В любом раскладе Что-то БУшное Это всегда Что-то БУшное Даже если Оно выглядит Хорошо Оно может По той или иной Причине Не поехать Хотелось бы Пояснить Почему Японские Моторы В частности Берутся Именно Из Эмиратов Как бы Это странно Не звучало Но Некоторые Машины Целиком Покупать Мягко говоря Невыгодно В частности Невыгодно Покупать Не Потому что Я Например Не занимаюсь Продажу Кузовных Деталей Соответственно Целиком Машину С аукциона В Японии Мне покупать Невыгодно Соответственно Покупать Машину На аукционе В Японии Выкидывать Все Что не имеет Отношения К двигателю Тоже Невыгодно Потому что Иначе Цена Настолько Будет Высокая В Москве На двигатель Что Никто Не будет Покупать Никогда Вот Поэтому Все Должны Заниматься Своим делом И в частности В Японии Местные товарищи Эмиратские Покупают Машинокомплекты Или покупают Целиком Машины Соответственно Здесь их Разбирают На Составные части Вот Или Что-то Разбирается Уже Непосредственно В Японии А дальше Это все Отдельными Частями Продается Здесь Здесь можно Отдельно Купить Скажем Подвеску Отдельно Можно купить Кузовные Части Отдельно Можно купить Мотор В таком случае Цена мотора Становится Более адекватной И его Уже Можно В Москве Предложить За Меняемую Стоимость Таким Образом Получается Интересная Ситуация Что В каком-то Смысле Эмиратах Купить Выгоднее Чем В Японии Вот Да Но По факту Получается Что все То же самое То есть Из той же самой Японии Все попадает Сюда А уже потом Попадает На наш рынок То есть Через Эмираты По факту Это все Проходит И здесь Это все Разбирается И сортируется Не более того Вот Помимо Японии Я уже говорил Здесь Полно Деталей Из Других Стран В частности Огромное Количество Деталей Из Австралии Часть Из Сингапура Условия Местного рынка Позволяют Распределить Это между Всеми странами Третьего мира Которым Мы к сожалению К какой-то Неведомыми Причинами Относимся И Соответственно Сделать так Чтобы Это все Подходило К тем Или иным Рынкам Например Рынок Саудовской Аравии Или Афганистана Пакистана Индии Сильно Отличается От нашего По автомобилям И им Подходит Скажем Тот же Правый Руль Если Касаем Индии Вот Или Соответственно Никаких Проблем Не имеют Они С определенными Моделями Для местного рынка Тоже Для эмиратского рынка Огромное количество Моделей Которые Выпускаются Только для него Вот Поэтому Все распределяется И таким образом Получается Вменяемая цена Как-то так А уже Выбор Конкретного Агрегата Это Дело И продавца И покупателя То есть Откровенного Говна На самом деле Никто Не стремится Привезти Потому что Его невозможно Продать Поэтому В основном Привозят Детали Которые Вполне В адекватном Состоянии Вот То есть Все поедет Вопрос Ресурса Ну Вот Я потратил Неделю На то Чтобы купить Очень мало Моторов Надеюсь Что они Будут ездить Хорошо Вот По крайней мере Мы дадим До них Удобную Всем гарантию Вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова